Уважаемые телезрители, сегодня мы в гостях у одного из лучших дизайнеров Таджикистана, Хушеда Савдорова. Хушед, добрый день. Добрый день. Надо вас видеть. Спасибо. Хушед, насколько мне известно, в прошлом году вы принимали участие в международном фестивале дизайнеров одежды под руководством Кера Кардена. И стали победителем в четырех номинациях. Также вы получили приглашение на участие в фестивале дизайнеров одежды, который будет проходить в Париже под руководством Кера Кардена. Как проходит ваша подготовка? Да, правильно отметили, что в 2016 год он был очень насыщенный, и до 2017 года у меня очень много поездок. И все эти поездки – это международного уровня, к неделе высокой моды в разных странах. Mercedes-Benz Fashion Week, к неделе высокой моды Алматы, Ташкент, Одесса, Москва, Кувейт, Дубай. И во всех этих мероприятиях я постоянно участвую именно с национальными костюмами, которые я предлагаю зрителю. Что было очень высоко оцениваемо во всех мероприятиях, и очень много номинаций в первые места. Я занимал в 2016 году Fashion House International, который проходил в Астане. На самом деле очень много было конкурентов, конкурсантов, которые именно дизайнерскую одежду предлагали своей стране. И представляли свою страну. Естественно, я Таджикистан представлял с этой коллекцией, которую я повез туда. Это была ручная работа Сузане. Двухцветные вышивки на вечерних нарядах. И то, что мне дали первое место, и победил я в четырех номинациях. Также мне вручили от Евроазиатского союза дизайнеров золотой медаль, что в истории таджикского народа, именно в модной индустрии, это впервые. И также я получил первое место в номинации «Лучший национальный костюм» от Союза дизайнеров России. И также приглашение от Пьера Кардена, что представляли его коллекцию, его же племянник, который сейчас руководит Домом моды Пьера Кардена, это Родриго Басаликат. И в этом году я собираюсь ехать на большой фестиваль, который будет проходить в Париже, к Пьеру Кардену. Супер, супер. Вообще это что-то такое невероятное. Как вы себя чувствуете? Какие у вас ощущения от предстоящей поездки? На самом деле в 2015 году, когда впервые из Таджикистана в истории таджикской модной индустрии, я поехал на неделю высокой моды в Одессу. На самом деле это было первый раз после независимости нашей страны, кто дизайнеры начали участвовать на неделе высокой моды. Это совершенно другой уровень. Это очень большие возможности показать именно Таджикистан с другой стороны, то есть на международном уровне и очень широкие площадки, которые позволяют всем дизайнерам заявить о себе миру. На самом деле, а сегодня то, что я готовлюсь на эту очередную поездку в Париж, на самом деле Париж это центр модной индустрии всего мира, и любой дизайнер, каждый дизайнер, наверное, мечтает о том, чтобы хотя бы один раз побывать в Париже именно с коллекцией. Что я делаю на этот раз? Я опять-таки делаю из национальной ткани, это из адраса, из атласа, делаю накидки, то есть это будет новая коллекция, которую я буду представлять Таджикистан именно с этими нарядами. Также я с собой возьму несколько моделей из моей коллекции, которую я делал для науруза, это чакан. То есть национальная вышивка традиционная в современном виде, это будут вечерние наряды именно в стиле чакана, которые делаются вручную. Здорово! Но я просто знакома с вашими нарядами, они просто восхитительные. Где вы черпаете вдохновение? Откуда вы берете? Вам снится это все ночью? Или как это все проходит? Нет, на самом деле, когда говорят, что у таджикского народа очень древняя и богатая культура, то есть далеко ходить не нужно, поэтому я всегда все эти образы, все эти новые идеи черпаю в прошлом, в истории таджикского народа. Например, у меня было в 2013 году, это был 3 декабря, Всемирный день людей с ограниченными возможностями, где я сделал одну коллекцию, которая называется «Шох двухторонний шох нумайфердовсы». То есть после того, как я прочитал «Шох нумайфердовсы», я начал черпать эти образы именно с книг, то есть Рудоба, Судоба, Манижа, Гурдофарид, Гурдофарид, Высо, как знаете, это «Женщина в войне», но из-за того, что я захотел сделать совершенно по-другому, и я превратил всех этих женщин в королев, которые должны быть всегда красивыми, неотразимыми на сцене, и обязательно с коронами, с большими коронами, потому что таджик, слово «таджик», он в переводе так и обозначает народ, который носит корону, то есть корононоситель, и поэтому я сделал корону, очень большие короны, и я думаю, что это все им понравилось. Даже было приглашение от института, который изучает шох нуму в Японии, и такой институт в Японии существует, и они после того, как увидели этот ролик на ютубе и вот эту коллекцию, и они прям четко определили, что это шох нума, и мы бы хотели очень увидеть эту вашу коллекцию именно в нашем институте, и когда-нибудь будет мероприятие какое-то, будем проводить, обязательно мы вас пригласим. Эта коллекция у меня до сих пор хранится. Здорово. Оказывается, действительно правильно говорят, что не может быть настоящего без прошлого. Вот такие, то есть вы создаете свои коллекции при помощи именно нашего прошлого. На самом деле, вот на сегодняшний день очень большая возможность для всех дизайнеров, для творческих людей, есть история, есть, например, народное ремесло, есть народные старинные орнаменты, узоры, цветовая гамма. Все, что было в нашей истории, можно использовать заново, по-другому. И видение этого художника-модельера, видение этого создателя, который собирается что-то делать, это колоссальные возможности. Можно просто взять, брать и далеко не уходить, просто делать свое, в своем стиле, в направлении. И я думаю, что это будет очень красиво и национально. И человек, который будет это делать, на самом деле, будет гордиться тем, что он таджик или она. Вот, поэтому... Ну, все-таки меня интересует такой вопрос, что какие у вас сейчас ощущения именно перед предстоящей поездкой? Ну, естественно... Какие волнения? На самом деле, когда каждый раз какие-то мероприятия есть, я готовлюсь, я собираюсь, я делаю коллекцию. То есть в протяжении вот этого момента, когда я готовлюсь, то есть это все время я себя отдаю в работе. То есть я даже не думаю, не переживаю. Я просто беру и тупо делаю работу. Вот просто делаю работу. Я ухожу, окунаясь в этот мир свой, я делаю работу, когда это заканчивается, я все собираю, все, когда я уезжаю, потом у меня такое ощущение, немного волнения, что же, как же приметь народ, на самом деле. Но еще есть одна такая, такой маленький секрет, который я расскажу зрителям, наверное, это впервые будет. Те модели, которые я делаю от и до вручную, это вышибка Сузанэ, то есть это я сам рисую на ткани все и отдаю тем женщинам, которые дома сидят, те люди, которые нуждаются в работе. Я их обучаю, я им даю работу. То есть после того, как в течение двух месяцев каждое платье готовится, за собой несет это платье огромную энергетику. Почему? Потому что женщина, которая не может нигде устроиться на работу в связи с семейными обстоятельствами, чем-то другим, я ей даю руку помощи, чтобы она сделала это. И ручная работа, то есть это уходит энергия человека, зрение. И в этом платье есть такая особая энергетика, которая просто при выступлении каждой этой модели, то есть зал завораживается. То есть это не просто сделать какую-то красивую одежду показать, это плюс еще и дать людям работу, чтобы они могли честным трудом заработать себе на хлеб и тоже не потерялась традиция и культура нашего народа. И все это вместе взято, и вот, пожалуйста, на международный подиум. Здорово. Ключ к успеху. Я честно не ожидала такого, конечно же. Мне кажется, действительно, вы побольше таких действительно людей, которые думают не так поверхностно, а именно с таким, вы создаете, у вас есть дело, но при этом вы учитываете именно другую сторону, другую аудиторию. То есть хотите привлекать именно таких людей, которые... Из-за этого, мне кажется, у вас и сложился такой вот успех. Ну, на самом деле, если человек идет именно какой-то... какой-то путь, то есть один в поле не может... Да, не воин. Да, не воин. Поэтому я беру все те, которые, например, вкладывают душу в эти наряды, то есть это большое количество людей, это целая команда, которые вложились в это дело, и я как представитель, я это всегда показываю, я обязательно везде подчеркиваю, что у меня отличные мастера, у меня очень замечательные люди, которые меня окружают. То есть я так, если хочу, то есть я это все притягиваю к себе. И на самом деле это все приходит, и вокруг тебя всегда тебя поддерживают. Ну, здорово. Вообще, а вы, скажите, у вас есть ли у вас вот музыка, есть ли у вас такие люди? Или я сейчас говорю о человеке, да? На самом деле у каждого творческого человека есть своя муза. То есть кто-то эту музу видит в природе, кто-то эту музу видит, не знаю, в погоде, кто-то может быть любимой женщиной, или мама, или кто-то. Есть источник вдохновения. На самом деле, на самом деле, вот я как начал заниматься именно национальной одеждой, потому что как-никак я представляю Таджикистан, то есть по-любому я бы не смог показать Таджикистан и говорить, что я из Таджикистана, если я бы сделал европейскую одежду. Потому что да, именно национальной ткани, именно национальная вышивка, именно история, то есть это и есть вдохновение. То есть природа, вот на самом деле, когда создавалась ткань Атлас, почему, я вам сейчас немного расскажу о том, что почему она разноцветная и содержит в себе 7 цветов радуги. Также и чакан. Например, многие задают вопрос, скажите, пожалуйста, а какой цвет в этом году можно? Это к нам не относится, потому что у нас есть Атлас, у нас есть чакан, у нас есть Адрас. И они семицветные, очень яркие, разнообразные. Когда человек был влюблен в девушку, который, он был мастером, который ткет Атлас, и туда добавил все цвета природы. То есть получается очень яркое, и на самом деле мое вдохновение – это природа. Это просто находиться на природе одному, черпать образы, и все это исходит от этого. Естественно, культура и традиции нашего народа. Что это, кстати, самая лучшая источник для вдохновения, так как это такой нескончаемый источник, да? Ну да. А вот еще такой вопрос интересует. Какими все-таки качествами должен обладать человек, который хочет стать дизайнером? Тоже интересный вопрос. Почему говорю? Потому что на самом деле очень много тоже задают вопросы. А что вы заканчивали для того, чтобы стать дизайнером? Я всегда отвечаю. А что заканчивало в Алиеве Мсина? А что заканчивал Хая? Какие-то небесные люди, которые до сих пор их читают, то есть их знают. И да. То есть есть люди, которые при рождении, они одаряются этим даром. То есть теплом от Бога. То есть это природные. Но это недостаточно для того, чтобы добиться успеха. 99% это просто труд, труд, труд. 1% таланта и 99% труда. И если человек трудится, и причем честно, на самом деле добьется всего, что он захочет. Здорово. Очень такое насыщенное обновление, что он учился. На самом деле, очень бы хотелось с вами сидеть, разговаривать дальше, дальше, дальше. Потому что вы очень интересный человек, очень интересные собеседии. Но, к сожалению... Наша передача заканчивается. У нас всего лишь 6 минут. Надо было вам сказать, ой, на самом деле вы этот, ходящая энциклопедия. Мне это действительно очень интересно. То есть там уже он разговаривает, развивает. Я вам одно скажу, если человек на самом деле, он творческий, он будет интересен. Если он просто не творческий человек, это с ним даже не о чем говорить. То есть есть такие люди. Поэтому я думаю, что если человек, он снутри творческий, то есть интересно всегда. Здорово. Ну что ж, это был Пушет Пушет. Спасибо вам за просмотр. Не за что. Да, рад вас видеть. Интересную беседу. Мы желаем вам удачи. Спасибо. И мы уверены, что вы всех завоимите. Мы ждем вас с наградами. И желаем вам всего этого субтитра. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Спасибо.